С 18 января президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции. С вопросов готовности Ульяновской области к выполнению президентского поручения начался штаб по комплексному развитию региона. Темпы вакцинации на сегодняшний день очень-очень низкие. Ульяновская область по ряду исследований, к сожалению, пока еще далеко не в лидерах с точки зрения доступности вакцин для жителей нашего региона. Все имеющиеся в области 2000 вакцин планируется использовать до конца января. Полностью привиты чуть более 1000 человек, в основном в областном центре. По области определено 12 центров вакцинации. В настоящее время в ковидных госпиталях лечится 829 человек. Запаса медикаментов хватит на 1-3 месяца в зависимости от учреждения. Для проведения массовой вакцинации определенный логаритм действий граждан. Это обращение к участковому терапевту и в поликлинику, и по месту жительства или на линии 122. Разработана анкета для пациента, желающего вакцинироваться от ковида, а также информационная листовка для сотрудников 122, как правило, ее довести для пациентов. Как сообщил министр, в настоящее время выразили желание пройти вакцинацию 526 человек. От вопросов здравоохранения перешли к образованию. Резонанс вызвал отмену учебы для школьников 1-8 класса из-за мороза в понедельник. До сведения родителей это решение было доведено, когда они уже привели детей в школу. В профильном министерстве объясняют это тем, что вечером прогноз гидрометцентра был один, а с утра он поменялся. Пришлось оперативно принимать решение об отмене занятий. С полшестого утра собиралась информация по температуре в каждом муниципалитете, и, соответственно, полседьмого утра решение было принято о том, чтобы с первого по восьмого класса включительно занятия на сегодня отменить. Чтобы таких эксцессов не возникало впредь, премьер Александр Смекалин поручил проработать способ обвещения родителей, чтобы информация доходила до всех и в оперативном порядке. Погодные условия нарушили не только привычную жизнь школьников. До сих пор устраняют последствия снегопада, случившегося неделю назад. Что касается содержания уличной дорожной сети города Ульянска, плановое порядок осуществляется в 2 смены, в 2 днем строя. В настоящее время все магистральные улицы расчищены от снега, продолжается работа по расширению проезжей части, очистке тротуаров пешеходных дорожек, остановкам погрузки и вывозу снега. До конца недели эти работы будут завершены. Председатель правительства отметил, что на этой неделе также ожидаются снегопады. Поэтому премьер поручил ускорить расчистку города и области от снега. Особое внимание нужно обратить на эвакуацию брошенных машин. Они мешают снегоуборочной технике. У нас все теплоисточники, которые 965 на территории, работают 100% без сбоев по социальной сфере и по объектам бытового обслуживания, здравоохранения, проходят в штатном режиме. Нарушений нет, и температурные параметры соответствуют нормативам. В заключение штаба подвели итоги исполнения бюджета в прошлом году. Несмотря на то, что время выдалось сложное, удалось добиться высоких показателей. То отставание по поступлениям, которые мы наблюдали в начале 2020 года, а именно связано с распоявлением и началом распространения пандемии, оно составляло почти 3,5 миллиарда, нам удалось сохранить по итогам года. И в результате мы получили дополнительные поступления в бюджет, которые составили дополнительно более чем 600 миллионов рублей по сравнению с 2019 годом. Кроме того, область получила претендентную помощь из федерального бюджета. Она составила почти 11 миллиардов рублей. Большая часть средств пошла на борьбу с пандемией коронавируса. Егор Титов, Юрий Конихин, Новости Управда ТВ.